Добрый день, ребята! Так, проверяем, как видно, как слышно. Все замечательно? Видно все хорошо. Ребятки, открываем тетради. Записываем. Сегодня у нас 8 сентября. И тема урока у нас... Тема урока «Решение комбинаторных задач». Дело в том, что немного в прошлом году у нас 2 урока было «Комбинаторные задачи», но теперь у нас по программе стоит «Решение комбинаторных задач». Три урока у нас будут, потом перейдем на делители и кратные. Итак, записали, да? Здравствуйте. Девиз нашего урока. Всякая хорошо решенная задача доставляет умственное наслаждение. Цель и задачи урока. Сегодня, ребята, мы ведем понятие комбинаторика, рассмотрим примеры решения задач способами перебора, построения дерева возможных вариантов, объясним правила умножения на примерах. Мы с вами развиваем логическое мышление, смекалку и сообразительность, прививаем интерес к математике и воспитываем умение правильно и математически грамотно выражать свои мысли, обсуждать и делать выводы, отстаивать свое мнение, если уверен, что прав. И давайте сразу запишем домашнее задание. Первое. Выписать определения и выучить. Дело в том, что я вам каждый раз после урока отправляю слайды, вы их прорабатываете, выписываете все определения и, если надо, форму. Далее. Учебник математики 6 класс, автор Веленкин. Открываете. Номера, видите? 23, 24, 53 и 80. Все эти задачи помещены под рубрикой R. Эти задачи помогают учиться думать, рассуждать, расширяют круг математических знаний и представлений, ребята. Записали домашнюю работу. Ну что ж. В доисторическую эпоху люди сталкивались с комбинаторными задачами. Выбирать и расположить предметы в определенном порядке, отыскивать среди разных расположений наилучшие. Вот задачи, решаемые в быту и на охоте, или в сражении. Но это доисторическая эпоха была. Приближаемся к нашей эпохе. С комбинаторными задачами люди столкнулись с глубокой древностью. Древним Китаем увлекались составлением магических квадратов. В Древней Греции занимались теорией фигурных чисел. Комбинаторные задачи возникли и в связи с такими играми, как шашки, шахматы, домино, карты, кости и так далее. И комбинаторика становится наукой лишь в 18 веке. Сейчас я вам расскажу. В Древней Греции подсчитывали число различных комбинаций, длинных и коротких слогов, стихотворных размеров, занимались теорией фигурных чисел, изучали фигуры, которые можно составить из частей. И, как я говорила, со временем появились различные игры. Нарды, карты, шашки и шахматы. В каждой из этих игр приходилось рассматривать различные сочетания фигур и выигрывал тот, кто их лучше всего изучал. Далее. Первые научные исследования по комбинаторике принадлежат итальянским ученым. Жерлама Кардан, Маникола Тарталье, Галилео Галилей, французский ученок Блес Паскаль и Пьер Ферма. Вы будете этих ученых встречать не только в математике, но и в физике, ребята. Вот они все. Ну, а комбинаторику как самостоятельный раздел математики первым стал рассматривать немецкий ученый Готфрид Лебниц. в своей работе об искусстве комбинаторики, опубликованной в 1666 году. Он также впервые ввел термин комбинаторика. Ну что ж, что же такое комбинаторика? Все определения я вам сейчас расскажу. Естественно, вы запишите уже самостоятельно в тетрадь. Итак, комбинаторика – это раздел математики, в котором изучаются вопросы о том, сколько различных комбинаций, подчиненных тем или иным условиям, можно составить из заданных объектов, ребята. Что такое комбинаторная задача? Это задача, требующая осуществления перебора всех возможных вариантов или подсчета их числа. Что значит решить комбинаторную задачу? Это значит выписать все возможные комбинации, составленные из чисел, слов, предметов и другое, отвечающих условию задачи. Итак, записываем, ребята, способы решения комбинаторных задач. Пишем «способы решения комбинаторных задач». Мы с вами только рассматривали три способа, но мы их повторим и добавляем еще следующие. Первый. Перебор возможных вариантов. Ну, сокращенно пишите. Перебор. Таблицей или табличный метод. Дерево возможных вариантов. Правила умножения произведения. Перестановки. Еще есть способы, но мы будем изучать более подробно уже в старших классах. Еще раз. Первое. Перебор. Таблицей. Дерево возможных вариантов. Правила умножения или произведения называют. И перестановки. Записали, ребята? Молодцы. Итак, начнем с первого. Пишем. Организованный перебор. Кто не успел, значит, вы запишите со слайдом. Договорились уже? Организованный перебор. Строгий порядок разбора всех случаев возможных решений. Строгий порядок разбора всех случаев возможных решений. И рассмотрим на примерах. Пишем. Задача номер один. Значит, решение задачи методом полного перебора всех возможных вариантов, ребята. Первое. Сколько двузначных чисел можно составить, используя цифры? 1, 4, 7. Пишем. Дано. Цифры 1, 4, 7. Двузначное число. Ну, например, 14. Первое число – это число десятков. Второе число – это число единиц. Так ведь? Решение. Для того, чтобы не пропустить и не повторить ни одного из чисел, да, будем выписывать их в порядке возрастания. Вот. Начинаем. Если начинаем с единицы, с единицы, да, пишем. 11, 14, 17. Не повторяется же? Да. Дальше. 41, 44, 47. Мы начали с 4. Не повторяется. А теперь мы с какой цифры начнем, ребята? Как вы думаете? Если 1, 4, 7. С какой цифры? А где вы 9 взяли? А, всего 9, да, правильно. Да. Значит, мы начинаем с цифры 7. 71, 74, 77. И всего у нас методов чисел. Сколько получилось, ребята? 9. Звенуров правильно ты указал. Таким образом, из трех данных цифр можно составить всего 9 различных двузначных чисел, которые не повторяются. Видите? Если 1, 4, 7, еще раз самого начала, начинали с единицы 11, 14, 17. Начиная с 4, 41, 44, 47. И начиная с 7, 71, 74, 77. Всего у нас 9 способов. Понятно, да, ребята? Прямоугольник состоит из трех квадратов. Сколькими способами можно раскрасить эти квадраты тремя красками? Красный, зеленый и синий. Как вы думаете, эта задача перекликается с предыдущей? Давайте посмотрим. Посмотрите, мы начинаем с красного, да, тоже 9, молодцы. Красный, синий, зеленый. Опять красный. Следующий какой цвет будет, как вы думаете? Следующий цвет какой будет, если мы перебираем? Ну, вот красный, зеленый, правильно, зеленый, синий. А теперь мы начинаем, ребята, с зеленого. Зеленый, красный, синий. Опять зеленый. Следующий какой будет? Следующий. Синий, молодцы, красный. Умнички, поняли, да? А теперь начинаем с синего. Синий, красный, зеленый. И синий, зеленый, красный. Посмотрите, они где-то перекликаются. Все разные, да? Совершенно разные. Значит, сколько способов у нас получилось? Ровно 6. Ровно 6. Молодцы. 6 способов. Идем дальше. Ну, теперь таблица вариантов. Она, конечно, очень нетрудоемкая. Например, нужно составить какое-то, ну, слово из трех букв. КБС. Вы скажете, что нельзя слово, но это просто для примера. Вот, посмотрите. КБС. Первое КБС. Второе БСК. СБК. КСБ. БКС. СКБ. То есть, таблица у нас видно, сколько вариантов получилось у нас, таблица вариантов. Сколько букв у нас получилось? Ровно 6. Так, схематично зарисовали. Пишем три буквы КБС и записали табличные. КБС, БСК, СБК. Так, мне пишет, что белый экран. Ребята, вам хорошо видно? Да. КСБ, БКС и СКБ. Так, все очень хорошо. Идем дальше, ребятки. Идем дальше. Следующая таблица вариантов. Значит, нам дано. Алла, Белла, Валентина и Галина во время майского праздника подарили друг другу по одному цветку. Причем каждая девочка подарила каждой по одному цветку. Сколько всего цветков было подарено? Вот, Алла, Белла, Валентина и Галина. Здесь тоже Алла, Белла, Валентина и Галина. Составляем таблицу. И посмотрите, первый, второй столбец. Да. У нас получается, что Алла Али подарить не может. Она дарит только Белли, Валентине и Галине. Белла, Алли, себе подарить не может, Валентине и Галине. И так далее. И всего у нас сколько получилось? 12. Правильно, ребятки, вы посчитали. Ровно 12. Это у нас таблица вариантов, ребята. Так, идем дальше. 12 цветков. Следующее, это решение задач с помощью дерева возможных вариантов. Ребята, существует более общий подход к решению самых разных комбинатурных задач с помощью составления специальных схем. Внешне такая схема напоминает дерево. Отсюда название дерево возможных вариантов. При правильном построении дерева ни один из возможных вариантов решение не будет потерянным. Это ребенок нарисован. Наверное, я вас нарисовала. Итак, первая задача. Рассмотрим задачу о составлении трехзначных чисел из цифр 1, 4, 7. Помните, мы с вами решали задачу одним вариантом, а теперь мы дерево вариантов. Нет, там у нас двухзначные, а тут трехзначные числа. Цифры в записи числа не повторяются. Ребята, если трехзначное число, первое число это сотни, второе десятки, третья единица. Вот первое число, посмотрите, 1, 4, 7. Теперь, раз у нас единица, значит, мы можем добавить, у нас три числа всего, единица есть, добавляем только 4 и 7. В четверке только 1 и 7. В семерке только 1, 4, чтобы не повторялось. Теперь смотрите, слева начинаем. 1, 4 есть, добавляем что? 7. 1, 7 есть, добавляем 4. 4, 4, 1 есть, 7, 4, 7, 1 и 7, 1, 4, 7, 4, 1. То есть, сколько чисел у нас получилось, ребята? Ровно 6. Причем цифры в записи числа не повторяются. Вот мы с вами построили схему дерева, возможных вариантов. Схема дерева, возможных вариантов. Значит, первое число 147, второе, вот у нас 147, 174, 417, 471, 714, 741. Так, вторая задача. Ну, здесь просто можете посмотреть, сколько различных завтраков, состоящих из одного напитка, одного вида выпечки, можно составить из чая, кофе, булочки, печенья и вафель. Вот, посмотрите. Значит, завтрак у нас идет, напитки, чай и кофе. И возможные варианты выпечки. Значит, выпечка идет, булочка, печенье, вафель. Булочка, печенье и вафель. Так, и получается сколько, ребята? 6 способов. Тоже 6 способов. Значит, 2 вида напитков и 3 вида выпечки. Можно, посмотрите, кофе, ой, чай с булочкой, чай с печеньем, чай с вафлями. Или, да, можно круассаны, конечно. Кофе, булочка, кофе, печенье, кофе, вафель. То есть 6 способов у нас получается. Так, виктур. Этого еще не хватало. Итак, правила умножения подошли в комбинаторных задачах. Для комбинаторной задачи с умножением можно построить дерево вариантов. Но такое дерево строить станет намного сложнее. Именно поэтому используют метод умножения. Ребята, прекратили прение. Пожалуйста, виктур, хватит писать лишнее. Я все прочитала. И рассмотрим этот метод на примере одной задачи. На обед в школьной столовой предлагают два вида супа. Три вторых блюда и четыре разных сока. Сколько различных обедов можно составить по предложенному меню? Мы рассуждаем следующим образом. Первое блюдо можно выбрать двумя способами. Для каждого вида супа можно выбрать второе блюдо из трех предложенных. Уже получается раз три, шесть вариантов. Два умножить на три, шесть. Осталось выбрать напиток. Для каждого из шести полученных наборов существует четыре способа выбора напитков. Потому что у нас что? Четыре разных сока. И получается из произведения 24 способа. Вот давайте разберем. Значит, суп два способа. Второе блюдо три способа. Сок четыре способа. То есть мы по правилу умножения перемножаем. Перемножаем. Два умножить на три, умножить на четыре. Получается 24. Можно составить 24 варианта различных обедов. Перестановки, ребята. В комбинаторике часто приходится решать задачу о том, сколькими способами можно расположить в ряд или, как говорят математики, упорядочить все элементы некоторого множества. Каждая из таких расположений называют перестановкой. Определение перепишется. Вот посмотрите внимательно. Миша, карапузик такой, решил в воскресенье навестить дедушку, своего друга Петю и старшего брата Володю. В каком порядке он может организовать визиты и сколько вариантов получилось. Так, вот смотрите. Вот, пожалуйста, это у нас мальчик. Он может сначала посетить дедушку, потом посетить Петю, потом старшего брата. Дальше вариант да-да-да. Здесь он может посетить дедушку, значит, Петю и старшего брата. Здесь он может быть дедушку, старшего брата, а здесь дедушку и друга Петю. И получается шесть вариантов, шесть способов. Значит, может пойти, значит, мальчик к дедушке, к другу, к дедушке, к брату, да? А дальше к Пете, к другу, к дедушке или к Пете и другу, к старшему брату и так далее. То есть шесть способов идёт. Шесть способов. Дальше. Ребята, здесь речь идёт о числе перестановок вот в этой задаче. То есть о выполнении трёх визитов в разной последовательности. Значит, сначала Миша выбирает, кому отправиться в первую очередь. Это три способа. А затем он идёт в гости к кому-то из двух оставшихся. Ну, а затем к последнему. И получается три умножить на два, умножить на один и шесть способов, ребят. Например, следующая задача. В турнире участвуют четыре человека. Сколькими способами могут быть распределены места между ними? На четыре человека. Первое место может занять любой из четырёх участников. При этом второе место может занять любой теперь из трёх оставшихся. Было четыре. Значит, первое ушло туда, значит, осталось из трёх. Дальше. А вот третье – любой из двух оставшихся. А на четвёртом месте остаётся самый последний участник, ребят. И получается, значит, места между участниками могут быть распределены следующим образом. Четыре умножить на три умножить на два умножить на один равно 24. Двадцать четыре способа. Заметим, что ребята в решении каждой задачи получили произведение всех натуральных чисел от одного до трёх, да? А во второй – от одного до четырёх. Такое произведение записывают короче. Три умножить на два умножить на один равно 3 факториал. Помните, мы в пятом классе проходили. Три факториал. А во второй задаче четыре умножить на три умножить на два умножить на один равно 4 факториал. Четыре факториал. Да. Давайте мы с вами запишем, что такое факториал. Данилер, у нас ещё время есть. Пишем n факториал. Факториал числа – это произведение натуральных чисел от 1 до самого числа, включая данное число. Обозначается факториал восклицательным знаком. Видите, это называется факториал. Далее, n факториал, то есть воспроизведение чисел от 1 до n, смотря сколько чисел. Например, 5 факториал – это 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 5 равно 120. Ну-ка, ребята, давайте мы найдем, а сколько у нас равен 7 факториал? Порешаем. 7 факториал – это сколько у нас? 1 умножить на 2 умножить на 3. Да, ну-ка, посчитали правильно, арияр. А сколько это будет? Почитали. Мне нужен окончательный ответ. Нет, 120 – это 5 факториал. Айман, а 7 факториал? Ну-ка, посчитали. Быстрее считаем. 5000 суммок. Правильно. 4 факториал посчитали. 4 факториал посчитали. Быстрее. Правильно, 24. 6 факториал посчитали. 6. 6 факториал. Да, да, да. Записывать. 6 факториал. Это 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 5 и на 6. Будет 720. Значит, понятно вам, ребята, что такое факториал, да? Разобрались? Всем понятно? Молодцы. Идем дальше. Андрей, Боря, Витя и Дима решили покататься на карусели. На ней было 4 сиденья с изображением льва, слона, тигра и медведя. Ребята заспорили, кому где сидеть. Поэтому решили перепробовать все способы. Сколько раз нужно в таком случае прокатиться на карусели? Ну-ка, порешали правилом произведения. Правильно, молодцы. Здесь речь идет о числе перестановок, то есть о размещении 4 мальчиков по 4 местам разными способами. То есть 4 факториал. Это 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 и равно 24. То есть 24 способа не могут поменяться, да? Вопросы есть по этой задаче? Понятно, да? Идем дальше. Ну, давайте подведем итоги урока. Итак, ребята, что такое комбинаторика? Комбинаторика – это раздел математики, в котором изучаются вопросы о том, сколько различных комбинаций, подчиненных тем или иным условиям, можно составить из заданных объектов. Что такое комбинаторные задачи? Это задачи, требующие осуществления перебора всех возможных вариантов или подсчета их числа. Что значит решить комбинаторную задачу? Решить комбинаторную задачу – это значит выписать все возможные комбинации, составленные из чисел, слов, предметов и других, отвечающих условию задачи. Каковы способы решения? Мы сегодня рассмотрели. Первый перебор, таблица, дерево возможных вариантов, правила умножения и перестановки, ребята. Это мы вкратце сегодня рассмотрели. А на последующих уроках мы с вами что...